Свои трехэтажки на проспекте Октября жители называют домами-призраками. Ночью, когда городской шум за окнами стихает, они наполняются нечеловеческими звуками. Стонут прогнившие перекрытия, шуршит обваливающаяся штукатурка. Жильцы рассказывают, что началось все весной. 13 марта я встала утром, дом весь зашевелился. У нас рама оконная стала выпадать вместе со стеной, со штукатуркой. Вот такой слой штукатурки. Вот окно стало вываливаться, мы пошли просить, чтобы нам помогли удержать это окно. Вот пришел старший инженер, посмотрел, принесли доску, веревку потолще и за ручку привязали, чтобы окно теперь не вываливалось. И действительно, пока вроде держится. А на днях жильцы 27-го дома получили уведомление. Квартиру необходимо срочно освободить в связи с аварийной ситуацией. Но куда людям идти, никто не сказал. На улице. Ну, у нас палатка есть, мы можем на улице здесь жить. Сказали так, если есть возможность где-то переночевать, уезжайте сегодня. А так предложили собирать документы на переезд. И справки из БТИ, которые стоят по 2,5 тысячи. В среду вопрос об аварийных домах на проспекте Октября подняли и на заседании муниципалитета. Администрация района поручена провести собрание, на котором обсудят вопрос ремонта за счет самих жильцов. Дом с 29-го года застройки. И такую рухлядь нам предлагают за свои деньги строить. Как вы думаете, на песке можно замок построить? Сегодня закон гласит, что мы уже не можем за собственников ремонтировать тех дома. Поскольку там ситуация еще не чрезвычайная, но она, в общем-то, уже во многом аварийная. Сейчас рассматриваем вопрос привлечения инвестора на эту территорию по расселению либо одного этого дома, либо всех четырех. Капитальный ремонт за свой счет многим жильцам не под силу. Поэтому администрация планирует уладить вопрос с инвесторами. Но сколько это займет времени, неизвестно. На этот период во избежание опасности жильцам порекомендовали покинуть квартиры. Понятно, что это достаточно накладно. Люди в этом доме проживают не с высоким досадком. И, конечно, такое решение, наверное, будет трудно консолидированное принять. Сегодня расселение уже на постоянной основе, приход сюда инвестора, развитие указанной территории, конечно, это вопрос даже, может быть, не одного года. Пока жильцы домов-призраков не спят ночами в страхе за свою жизнь, в программу по капитальному ремонту попадают дома более обеспеченных собственников. Так, у депутатов муниципалитета вызвало вопрос неожиданное появление в этой программе дома 4 по улице Кедрово. На его включение в программу ушли не годы, а считанные дни. Нина Колотина денеслась в день в событиях. Продолжение следует...